Есть прямая норма в законе, это есть постановление Кабинета Министра, которое четко предусматривает, что дорожно-эксплуатационная организация, которая у нас в частности, это Украфтодор, который отвечает за государственные, это, например, трассы международного значения, междугородские трассы, и это коммунальные предприятия по типу Киев-Автодора, которые четко определены, что они должны компенсировать ущерб, который причинен вследствие ненадлежащего эксплуатации этих дорог. Ну хорошо, еду-еду, я попал в яму, погнул диск, сломал стойку амортизатора, что дальше делать? Ну кроме того, что вы расстроились, в первую очередь возьмите и оглянитесь. Если вы найдете хоть каких-то пешеходов, которые вам засвидетельствуют, это обязательно возьмите у них номер телефона. Это первое, значит, найти эти свитки, всего-всего, так? Второе, вызвать сотрудников патрульной полиции, для того, чтобы зафиксировать факт, что это не вы сами где-то наехали, а что это четко было, например, на дороге, и это была яма. Третий момент, обязательно зафиксируйте все, что вы видите на телефон, любую съемку, любая фиксация, максимально, предельно возможно. То есть для того, чтобы потом в дальнейшем вы в суде могли бы предоставить это фото с ним, и это возможно. Четвертое, дождитесь составления протокола ГАИ. И обязательно потребуйте, чтобы сотрудник патрульной службы вызвал представителей Украфтодора, либо коммунального предприятия, которое отвечает за эти дороги. Во-первых, вам будет проще определиться, кто же все-таки будет компенсировать. Потому что сотрудник полиции уже знает, чья это компетенция, на пределах какого района вы находились, и к кому вам потом обращаться с требованиями. И берите копию протокола, ждите постановления суда, потому что здесь должно быть четко указано, что... Не нужно самому обращаться в суд, то есть вот с копией протокола и так далее, и так далее, и так далее. Да, вам нужно будет, к сожалению, самостоятельно собирать все эти документы, и сбор эти документов исключительно на вас находится. И важный фактор, когда вы уже получите решение суда, где будет определено, что это ненадлежащее выполнение обязанностей сотрудников эксплуатационной организации, вам нужно как-то отремонтировать автомобиль, правильно, в первую очередь? Но вы не поедете без документов в суд, что вы понесли эти расходы. Вы можете либо экспертизу провести, нанять независимого оценщика. Конечно, цены варьируются очень странно в Киеве, поэтому вы сами можете выбрать оптимальный для вас вариант. Либо же все-таки выбрать уже ремонтную организацию, но обязательно добиться от них квитанции, либо от чека, чтобы вы реально понесли эти расходы. То есть, условно говоря, прости, я попал в аварию, нашел свидетелей, снял все там на камеру мобильного телефона, вызвал сотрудников полиции, попросил их вызвать, там, не знаю, сотрудников эксплуатационной организации, взял этот протокол, потом с этим протоколом в суд. Вы можете сначала отремонтировать машину, но если вы ремонтируете машину, постарайтесь заблаговременно эксплуатационную организацию предупредить, чтобы они пришли, посмотрели и поприсутствовали, например, на осмотре оценщика, пусть пригласят эту организацию, кто в протоколе указан. Либо уведомьте, что вы собираетесь ремонтировать автомобиль. Отремонтировали, потом можете идти сюда. То есть, в любом случае, вы будете тратить деньги на ремонт, но в данном случае есть возможность просто эти деньги на ремонт, вами же потраченные, в конечном счете вернуть от эксплуатационной организации. У нас, к сожалению, сейчас борьба с этой системой, это больше такое моральное удовлетворение, получение решения, что это действительно так есть. Пока что система не готова работать и не готова платить. Получить решение – это половина пути, его нужно исполнить. А исполнить, поскольку это государственные структуры и на сегодняшний момент нету каких-то других учреждений, которые за это отвечают, это государственные деньги. Нет целевого распределения денег, нету компенсации.